Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Северно-Нидерландский живописец. Никаких современных документов о жизни художника до сих пор не обнаружено, но самый ранний опубликованный отчет о его деятельности датируется 1604 годом в Шиллербекке Харлман Мандера. Этот рано умерший художник, работавший в Харлеме, является одной из самых значительных фигур северно-нидерландской живописи конца XV века. Я цитирую Википедию. Возможно, обучался в Харлеме в мастерской Альберта Ван Ауатера. Был знаком с творчеством художника Гента и Брюки. Для живописной манеры Гергена характерна тонкая эмоциональность трактовки религиозных сюжетов, понимание к явлению повседневной жизни и вдумчивая поэтически одухтворенная проработка деталей. Все это получит развитие в реалистической колландской живописи последующих столей, считается выдающимся мастером религиозной картины. Он обогатил трактовку пейзажа, первым написав ночную сцену, которой источником света является младенец Христос. В 1485 году выполнил свое самое масштабное произведение. Полиптик был разрознен, створки утрачены. Сохранилось лишь оплакивание Христа и судьба мощей святого Иоанна Крестителя находится в Вене в Музее Истории Искусства. Количество его сохранившихся произведений невелико. Это исключительно алтарные образы. За свою короткую творческую жизнь Гертген провел себя чрезвычайно своеобразным художником, претворившим традиции живописи 15 века на свой лад. Он работал в маленьком городке северной части страны и, возможно, отсюда яркие черты жанрового демократизма в его произведениях. Многие его образы пленяет чистосердечь в поэзии искренних чувств. Некоторая наивность трактовки отдельных персонажей придает сценам фольклорный оттенок, приближает их к зрителю, верящему в простодушные правде благочестивых эмоций. Гестроватый колорит напоминает порой народные картинки. Таков ранний образ родня Христова в церкви, святая родня, около 1480 года, находится в Амстердале. Обилие бытовых деталей не перегружает композицию, а, напротив, вносит в нее особую задушевную. В 1485 году, ну вот так, вкратце о северно-нидерландском живописце Гердген Тодсин Яр. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.